В марте 2020 года мы решили изменить ежегодные традиции и отправиться не в Роза Хутор, а в Красную Поляну, в Горки-город. Как еще по-другому это место называют? Горная карусель или с осени 2019 года Красная Поляна. Это место считается одним из первых горнолыжных курортов Сочи, трассы которого соответствуют международному уровню. Это не просто обычное место для любителей горнолыжного спорта, но настоящий город, в котором даже самый взыскательный турист найдет то, что придется ему по вкусу. Еще осенью на сайте Booking мы забронировали номера в гостинице Corte Art Marriott в Сочи, расположенной в Эстасадке, на высоте 540 метров над уровнем моря. Выбор пал именно на этот отель по нескольким причинам. Во-первых, привлек ценник. За 6 ночей мы отдали 40 тысяч рублей. Для отеля 4 звезды с сауной и спортивным залом в комплекте. Согласитесь, это недорого. Во-вторых, отель находится рядом с подъемником. До кабинок не больше 100 метров. А когда ты идешь в тяжелых ботинках с лыжами и палками в руках, то, поверьте, начиная жалеть, что поселился на другом конце города, а не рядом с подъемником. Кстати, купить скипас можно было сразу на ресепшене, причем на несколько дней. Мы купили на 5. В-третьих, развитая инфраструктура. Здесь на каждом шагу кафе, рестораны, огромное количество разнообразных спортивных магазинов, а также уличные ярмарки, где можно пострелять в тир, приобрести сувениры на памяти. Здание отеля состоит из двух корпусов. Есть комната хранения спортивного снаряжения с качественным сушильным оборудованием. Персонал очень приветливый, хотя уборка периодически пытается поработать в номере в конце дня, когда все уже возвращаются с гор. При заселении нужно учитывать, что большая часть наберов, либо сдвоенных, то есть закрыта дверью в соседний номер, или с маленькими шкафчиками для вещей. Завтраки не очень разнообразны, так как само помещение ресторана небольшое, много блюд просто не получается расставить. Между тем, можно заказать прямо в номер завтрак, обед или ужин, или воспользоваться микроволновкой в ресторане отеля. В целом, отель оправдал ожидание и заявленную цену. Кстати, в это же время, на 8 марта, номера на Розе Плато стоили от 15 тысяч рублей. Согласитесь, разница существенная. Вот и решайте, куда ехать. За 4 года мы отдыхали в отелях разного уровня. Не могу сказать, что отсутствие сауны или близость подъемника сильно влияло на качество отдыха. Все-таки в Сочи хорошо везде, а особенно весной. После серой, унылой Москвы, Сочи становится для нас местом всеобщего паломничества, солнечно-меккой. А тем более, когда границы закрыты, Красная Поляна становится надежным и проверенным местом отдыха для всех горнолыжников и сноубордистов. Продолжение следует...